Спасибо вам, большой привет от нашей Церкви, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, от наших батюшек, матушек. Большой привет вам всем. Молимся за вас. В целом, не только за Церковь вашу. Молимся за город Львов. Молимся за весь этот регион. Я снова наслаждаюсь во Львове этими словами. Слава Иисусу Христу. Ну, вы-то уже, конечно, принюхались. Вам уже... Ну и что? Ну, понимаете ли... Не знаю. Не дай Бог к этому привыкнуть, я считаю. Не дай Бог к этому привыкнуть никогда. Дай Бог нам никогда не привыкать, хотя к святым словам. Вообще-то, по идее, лучше слов нет просто-напросто во Вселенной. Хотите верить, хотите нет. Лучше слов нет. Можно хорошие слова говорить, можно благословение произносить. Но самые хорошие слова – слава Иисусу Христу. Вот уже два тысячелетия. Лучше слов не существует вообще. Ни в одном вообще на речи, ни в одном языке мира. Потому что Иисуса Христа Бог вознес, Отец дал имя превыше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса Христа всякая колена преклонилась в небесных, земных и преисподних. Когда звучит слава Иисусу Христу, то демоны трепещут, ангелы радуются. Люди веселятся. Ну, кто в цели. А кто нет, тот на пути. И вчера, я не помню, в каком зале, здесь, во Львове, Валера Короббелла. Очень люблю его. Дай Бог ему здоровья и творческие вдохновения. Кто был, может, на служение с Валерой, нет? Он приезжал во Львов. Вот вчера, по крайней мере, был здесь, во Львове. И я очень люблю его, его творчество, благоставляю часто его. Особенно вот за его эту песню, Иисусу славу. Вот я слушал и до того его песню, но как-то, вот, как говорят, наторгалось. А вот после этой песни прям вообще, прям влюбился. Вот брат, молодец, благоставляю его всегда теперь. Вся земля так долго на цей день чекала, Коли вине з неба чистий сильный дощ, Коли сонце правдим порозгонить хмари, Коли пісню счастья заспіває хтось, И цей день на решті до нас умирался, И принес на веру светлень майку ця. Через свого сына, всему лунний патятов, Нам дарует реки Вечного житца. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Субтитры создавал DimaTorzok Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Спива и Migran' О Ukraini 였. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, и пусть эта песня, эта хвала, эта слава всегда звучит в наших сердцах, в наших устах, в наших домах, на улицах и площадях наших городов. Пусть слава Иисусу Христу воспевается в селах, в городах, везде и по всей земле, по всей Украине и по всей улице земли. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И слава Иисусу за то, что Он открывает на самом деле нам тайну всех тайн. В Новом Завете самая великая тайна, о ней невозможно просто молчать, о ней просто грех будет на нас, если мы будем молчать об этом. Самая великая тайна – Христос в нас, упование славы. Самая великая тайна всех тайн – Бог в человеке и человек в Боге. Одна из книг Библии начинается такими словами, песня, песней, начинается такими словами. Они, ле-то-ди, бе-то-ди-ли. Я в моем возлюбленном, а возлюбленный мой во мне. Я принадлежу ему, возлюбленному моему, а мой возлюбленный мне лишь принадлежит. Я люблю моего возлюбленного, а возлюбленный мой меня любит. Я восторгаюсь моим возлюбленным, а возлюбленный мой восторгается мной. Разные переводы есть этого слова, но само начало этой песни всех песней. Гимна всех гимнов. Именно так звучит. Много еврейских песен было с этими прекрасными словами и на брагосочетаниях, и в синагогах. И знаете, это прекрасно, это тайна, которая раскрывалась пророками, которая говорилась, записывалась в Библии. Но эта тайна через кровь Агнца, Иисуса Христа, Агнца Божьего, она стала явью в жизни миллионов-миллионов людей и становится явью. Дай Боже нам быть частью этой тайны. Дай Боже нам действительно быть частью Евангелия, Евангелия Божьего. Слава Богу, брат, удастся. Точно, аминь. Вот дитё. Я люблю вас, благоставляю вас. И хотя работа у меня такая реформаторская, она часто связана с не очень приятными вещами. Вообще реформация вещь такая неблагодарная, в общем-то. Приходится много грязи доставать. Но, знаете, работа такая. И она часто неблагодарная в понимании людском, но в божественном она очень даже благодарная и почётная, считаю. Почему? Потому что есть деформация церкви, а есть реформация. Есть деградация, а есть восстановление, покаяние. И знаете, друзья, наверное, почему приходится поручасто говорить о многих неправильных вещах, происходящих и происходивших в церкви? Наверное, для того, чтобы сегодняшнее поколение верующих могло беспрепятственно прийти к престолу благодати. Могло действительно жить счастливой жизнью с Богом. Потому что чего греха таить? Часто мы, люди, священнослужители особенно, вот так как раз и сами не входим, и входящим не препятствуем. Закрываем царство. Да, вы сейчас же пробуете. Началось с живого Евангелия. Да, живого Евангелия, да. Аминь. И потому что на самом деле мы, люди, часто вот своими традициями, обрядами, даже самыми порой красивыми и возвышенными превращаем все в ритуализм, в обрядоверие, в суеверие, в магию какую-то, колдовство. Знаете, настолько бывает, ну, трагикомично даже все это бывает, честно говоря, в Киеве, я в каком-то районе, на Троищине, что ли, не помню, ну, спальный район, значит, и в высотке большие дома, и там как-то несуразно назвали, ну, на мой взгляд, улицы, обозначили их непонятно. Вот один дом одной улицы, другой дом третий, потом вторая улица, то есть непонятно, перемешиваем как-то, и не поймешь, и благо школа рядом, и старшеклассники там, значит, ну, за школой, ну, да, кто курицу там что, общаются. И я к ним думаю, вот, ребята, сейчас мне подскажут, где такой-то дом, такая-то улица. Я подхожу, вот, и спрашиваю, они мне тут же показали, батюшка, а вот туда пройдете, вот там вот такой-то дом, спасибо, ребята. А этот парень, ну, видно, такой неформальный лидер, как бы он там, такой, самый такой говорливый из них, значит, он говорит, а что, батюшка, что кто-то умер? Я говорю, нет, говорю, воскрес. Кто воскрес? Я говорю, Христос воскрес. Он, мол, я слышу, а сейчас же не Пасха. А я говорю, он все равно воскрес. Короче, и давай, и они как раз не спешили, и я-то думаю, надо задержаться, и с ребятами поговорил как раз. Что Христос воскрес, говорю, ой, яс. И вот ассоциацию людей, или, допустим, там в метро, да, в Москве, там в метро, договорились встретиться прямо на перроне, потому что не знаю, куда идти. Мне должны встретиться братья там в метро и потом повезти, там недалеко, где-то собрание церковное. Хорошо, я стою себе рано, воскресное утро, в метро никого фактически, и заходит, спускается в метро пьяный мужик, ну, явно не брат. Ну, еще, говорится, тамбовский волк тебе, товарищ, еще. Хотя, может быть, потом потенциально будет братом. Вот, но он спускается, уже раннее утро, метро пока открылось, а он уже навесил, как говорится, на бровях уже. Вот, и подходит ко мне, видит, сконцентрировался, навел резкость, видит батюшка. А я в рясе, ну, в черном подряснике, с крестом на груди, он меня так оценил, я так сделал, как будто, хотя не на кого было взгляд кинуть, больше никого нет. Я, представьте, батюшка и пьяница встречаются в метро. Хороший начало для анекдоты. И вот, и этот пьяница, он, значит, стал меня обходить и лезет в карман. Я, значит, делаю, как будто что-то читаю, чтобы на него, ну, не провоцировать, знаете, вот, значит, на разговор. Думаю, ну, как бы, и со мной думаю, надо же, почему же братья задерживаются, ну, вот, договорились же. И вот, он меня пока обходил, как Ерехон Спирсину, наверное, вот, значит, и достал купюру уже, ну, такую пожатую, видимо, у него в кармане там все лежит, так, просто без кошелька, так вот, ну, открытым текстом. Значит, достал купюру и ищет, я понял, что он ищет, он ищет дырочку во мне. Знаете, как свинья копилка. Он ищет, куда подкнуть это надо. Я так вообще думаю, в глупой ситуации я стою, и он, значит, от, ну, у него, да, без микрофона, в одной купюру, а другой, что изображать, вроде как местное знамение, но у него это очень плохо получается. Скорее звездины, скорее не кристины какие-то получаются. И вот, значит, ну, не нашел, значит, выручку. Благо, братья, подожди, уже успели, меня забрали, выручили меня. Ну, вот я тоже подумал, вот человек, по всей видимости, ну, ну, как сказать, ну, хороший человек. Представляете, он увидел батюшку, как бы, да, служитель культа, и он решил справить свои религиозные нужды. Прямо на месте. Знаете ли, нет, ну, как бы, вот он в метро, вот батюшка, никого нет, раннее утро, у него купюра, он сейчас вот справит свои религиозные нужды вот таким образом, со служителем культа. Не, вот ассоциацию людей к Киеве. Я подумал, да, вот это самые неприятные вещи, которые могут происходить с батюшкой. Но я уже, там, говорил про другие ситуации, когда я, там, на Черниговске, в Киеве, к метро иду, утро, люди добрые на работу спешат, но я тоже, вроде, как спешу, ну, так. Значит, и иду, и девчонка, еще совсем малолетка, и пьяная никакая уже. Вот, представляете, раннее утро, я так, ну, вроде как спешу, она, ну, я не понял, не то она хочет выработать, не то батюшка, вот, ей нужен, как бы, вот, она, э, батюшка, э, батюшка, как-то так вот. Вот, значит, и, я, значит, вроде как пройти надо, а, понимаете, значит, вроде как бы и помочь надо, и люди добрые ходят вокруг. И она, значит, на меня брык так вот, и повисла, маленькая, худая, пьяная, но меня большого раскачивает. Я не могу стоять, вот, откуда стилища такая у меня вообще, знаете ли, и мы стоим вдвоем, качаемся. И уже непонятно, кто пьяный. Нет, знаете, люди идут, и я на них смотрю, на меня так редко в жизни кто смотрел. Вот, где была камера, когда была нужна, знаете, он смотрит так, что вот мне будет со стыда как-то провалить. Или, или пьяна надо косить как-то, чтобы, понимаете ли, чтобы, ну, совсем глупо не было. Вот, либо девчонку надо бросать, как-то уйти, значит, но и бросить. Она, думаю, сейчас либо облюет меня, либо, значит, изольет душу, вот, не поймет, не поймет, что. Ну, скорее, хотела обливать меня даже, вот, хотя и душа у нее болела, видимо. Ну, понимаете, вот, ну, совсем еще после школы, видимо, не знаю, они, видимо, ночью там гуляли, не знаю, но никого не было больше. Она одна, там, лавочка, вот, одна пьяная девчонка. И, понимаете, потом, ну да, я как мог там помолился, хотя, наверное, было странно, наверное, эта молитва. И потом я думаю, стоп, уже, как говорится, цыгив-цыгив, уже, уже там школа библейская скоро начнет. Понимаете ли, я потом шел, а сам думаю, еду в метро уже, а сам думаю, надо же, думаю. А ведь, вот, я был заложником в той ситуации вообще мнений людей, допустим, да, нехорошо. А по большому счету, да, плевать, пусть даже думать, что, значит, что хотят. Ну, ведь, а ведь, а может, эта девчонка, может, она погибала вообще, да. Может, надо было ее, хотя бы пьяную трубу слушать вообще, конечно. Это другая история совсем там, как бы. Но ведь, с другой стороны, можно было и поконкретнее как-то помолиться, не просто общими словами такими, да, а как-то, ну, не знаю, посерьезнее помолиться. Ведь были же случаи, у меня тоже были случаи такие, что вот пьяные, не вменяемые приходили, молился, и они прям, ну, еще запахи все оставались, они мозгами полностью трезвели. И уже не раз таки были случаи. Думаю, может, нам было так помолиться. Я к чему это? Я сейчас даже не о евангелизации рассказываю, неудачный пример такой евангелизации. Ну, а о том, что вот очень разная ассоциация у людей с религией, связанная с церковью, мне очень нравится, как жители Львова реагируют на батюшек. Не перестаю удивляться вот такому, вот именно благоговению, знаете, вот такому уважительному отношению. Там даже, там, даже, там, не знаю, хоть кто, хоть даже, как там Жирновский говорил, женщины нетяжелого поведения там, допустим, да. Вот, или, допустим, там, значит, или полицейский, там, или там, или там, просто обычный гражданин, обычный гражданин. Ну, разные люди, да, но все вот, слава Иисусу Христу, вот, там, как бы, там, вот. Пасторан так не везет здесь. Пасторан не везет, так, да? Ну, ничего. Еще непонятно, кому везет. Да, вот в этом отношении, да. Но, с другой стороны, знаете, что скажу? Я, когда батюшку нашему рассказывал об этих примерах, я говорю, знаете, как по мне, так, вот эта наша одежка, не дай Боже, чтобы она становилась средством возвыситься над толпой, выделиться, самоутвердиться, показаться, не дай Боже. Не дай Боже нам такой гордости религиозной. Это хуже всего, что может произойти с человеком. Дай Боже, чтобы это была наша спецовка, как у полицейского. Вот идет человек, да, в форме, мы уже знаем, это полицейский. Это человек, который, ну, обречен властью, да, определенный. И такие случаи тоже есть. И искушения всякие, порой, снять эту рясу, не часто ее одевать, по разным причинам такие искушения бывают, у священника, я знаю. И я помню, был случай, значит, когда, ну, не один случай, таких много случаев, но один из случаев, он просто для меня стал таким поворотным моментом, даже скажу, не побоюсь так сказать даже. Я поехал за билетами на, ну, станция же, небольшая железнодорожная станция, и там есть касса, и предварительная касса дальнего следования. И я приехал, небольшая очередь совсем, и я занял очередь, я под рясники был в таком черном, а сам еду в автобусе, ну, как неудобно. Я лучше бы дома оставил бы рясы, ну, поспокойнее было бы и попроще мне ехать по гражданке, не с рясы, не в рясы. Ну, ладно, ну, что же, я же поехал, значит, поехал. И стою в очереди, и пока я стою в очереди, знаете, женщина там, в этом зале, полупустой зал этой станции, и, знаете, эта женщина какая-то, ну, не такая, она какая-то, вот, знаете, как горем убитая, лицами, говорят, вот еще на ней, такое выражение с лицами. И, ну, я там специально не приглядываюсь, просто вижу, ну, может быть, мало ли, все же разные, может, плохо человеку. Но, знаете, обычно я когда в рясе, то всегда возможно здесь за кого-то там, ну, помолиться. Она ко мне подошла, эта женщина, сама решилась, и она попросила, чтобы я ее благословил. И все, как бы, что, ну, благословите, батюшка, так в общих словах. Я, значит, ну, как бы, надо было, как благословить, вот. А я благословил, да, ее, говорю, во имя Отца и Сына, Судового Духа, говорю, все. Ну, а потом тут же, говорю, а что с вами? Что случилось у вас, может? Она молчит, говорит, нет, все, все, как бы, не хочет разговаривать. А я понимаю, что ей больно так, что она не хочет, я думаю, боль даже вот так вот, ну, как бы, показывать. И я проявил настойчивость. Не всегда такая настойчивость бывает у меня, но, вот, проявил. И я попросил ее, пожалуйста, ну, что, что с вами? Потому что на ней лица не было. И чем больше я спрашивал ее, тем больше она просто была, ну, эти, как смерть, просто. Она на самом деле была одержимой духом смерти уже тогда. Вот, я ж не знал этого изначально-то. И она рассказала свою историю. Мы дошли в стороночку, и она рассказала свою историю. Не сразу, поначалу Клещанин буквально тянул с нее информацию. Буквально, как бы, просто выпытывал из нее информацию. Она рассказала, вот, а, ну, короче, клубок проблем. Семейных проблем в основном. И она, эта женщина, оказывается, ждала поезд. Ну, как бы, чтобы броситься под него. Ну, такая вот, несостоявшаяся Анна Каренина. Слава Богу, несостоявшаяся. И эта женщина ждала, когда будет вот локомотив какой-то, она выйдет и бросится. И здесь она вот, потом, потом уже, я, короче, приехал за билетом, думал, сейчас очень быстро это куплю и домой. Задержался там, ну, короче, надолго. Не час, не два, не три. Там надолго задержался. Значит, пониматели, выясняется, только лишь там через час, или даже больше, через два, наверное, выясняется еще там страшная информация. Многим словом, она была из таких, вы знаете, как, есть самоубийцы, которые там кричат, там, я там убью себя, убью, там, но из таких, реально, практических самоубийцев очень мало бывает. Вот, чаще всего, те, которые молчуны, вот, самые такие опасные. И вот она из таких молчунов, вот, терпела, терпела, она терпелась так, что уже, вот уже все так сжалось у нее, что она вот, 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 последнее, на что она рассчитывала, это броситься, вот, и все, покончить с собой. И здесь батюшка, ну, я в кассе, и она хотела, чтобы, значит, ну, понимала где-то, что это неправильно, что она делает сейчас, но как единственный выход был для нее. И она, раз священник подошел, значит, она хотела, вот, чтобы, ну, батюшка в целом ее благоставили, в целом, как бы, ну, обычно священники же не спрашивают, на что благоставляют, да? Ну, как бы так, ну, благоставляем, все. А там, в принципе, как бы, обычно, ну, мы же интересуемся, что человек дальше совершает с этим благоставением. А она хотела с этим благоставением уйти в общую обещанность, представьте. Вот, ну, понимая глубоко внутри, что делают неправильно, но, да все нормальные люди, в принципе, понимают. Мы порой прекрасно знаем, что неправильно и делаем, да, вот. И она вот тоже понимала и делала уже. И вот, слава Богу, она покаялась. После вот этих часов там нахождения с ней, да, общения, вначале вытягивала информацию. Буквально вот так вот вытягивала, слово за слово. А потом уже, вот, уже в конце она уже сама уже стала рассказывать, плачет уже, уже. Ну, слава Богу, уже, когда уже плакать начала, уже, ну, помягчело уже, знаете, вот. Вот, пружинка-то вот уже не сорвется, как в часах там, не так, и немножко все, и уже не соберешь. Понимаете? Вот, и слава Богу, что уже, как бы, размягчилось, уже что-то затикало на них хотя бы. Думаю, слава Богу. И какая-то жизнь появилась. Когда помолились с ней, знаете, совсем другая женщина была. Вообще, вот, бывают перемены в лице, такие малоприметные после молитвы, да, а бывают такие очень сильно, как бы, ну, если это изобразить картиной, то это два разных лица, вообще. Первое лицо – это маска смерти. Знаете, как вот бывает, видели, восковыри, маски, да, вот, посмертные слепки. Вот у нее было нечто подобное. Второе – это живое, нормальное лицо. Глаза, нормальные глаза, не такие, знаете, прям вот, стеклянные какие-то, а нормальные, живые глаза. Она и проплакалась, и помолилась, и живая. И она сказала, у нее несколько было депрессия страшная. Не помогали ей ни врачи, не смогли помочь ей медикаментозно. И, ну, проблемы сгущались лишь, усугублялись. И вот после этой молитвы, да, помолился, там бесы вышли. Не так это было зрелищно, но дело не в зрелищах. Дело в том, что это было реальностью. И она сказала потом такие слова, что мне, говорит, впервые за все эти годы хочется жить. Вот как в детстве, вот, вот, в такой состоянии, как будто вот еще девчонка совсем еще была, вот, захотела жить. Я не знаю, это было такое, что, ну, когда такое, не знаю, в жизни любого священника, любого пастора, вот такие моменты, они самые, ну, самые приятные, какие могут произойти вообще. Ради этого мы, вот, ради этого мы, как бы, и служим, да, и живем, служители. И, знаете, и я уже с билетом, да, значит, сел, значит, снова в автобус, я от станции отъезжаю. И еду себе, и молюсь, и прошу Бога, и за эту женщину, и за тех других людей, что там, может, ну, как бы, были невольными очевидцами вот этого нашего общения, молитвы. Вот, ну, нам это не мешало, но просто люди со стороны наблюдали, там, ну, как бы, они делали какие-то свои могут, я не знаю, может, кто-то молился с ним. Я не знаю, я на них внимание не сильно обращал, просто боковое зрение видел, что там люди, как бы, ну, смотрят на все это. И вы знаете, друзья, отъезжаю, молясь за этих людей, и особенно за эту женщину, за ее мужа, за вот эту ситуацию непростую в семье. Знаете, потому что мы помолились вместе с ней и за ее мужа, тоже так вот, как бы, за спасение его души. И вы знаете, я еду и думаю, а ведь я грешным делом, когда я сюда ехал, я себя ругал, думаю, надо же, опять в этой подряснике, в рясе, она и неудобная, и непрактичная, и люди смотрят, порачиваются. Вот, оно мне надо, вот, как бы, так спокойнее, вот так самому просто, раз, поехал, все. Вот, думаю, а если бы не было бы на тот день у меня этой рясы на мне, та женщина, может, был еще другого ряда, я не знаю, у Бога столько, он гроссмейстер вообще. Там любой шахматист просто это отдыхает, потому что у него столько ходов записано, что там. И помните, как Пурим, вот Пурим был недавно, да, вот в прошлом месяце, там, в Адаре, был, значит, праздник Пурим, и там как раз книга Эсфирь, Библия, книга Эсфирь, Эстер. Там говорится, Мардыхай говорил Эсфирь, что если ты промолчишь, говорит, спасение придет, с другой стороны, оно придет все равно, но, говорит, ты где-то дома отца твоего погибнете. То есть, Мардыхай знал, Мардыхай знал, что есть еще у Бога даже дополнительные варианты. Хорошо, мне бы такую веру, Мардыхай его. Знаете, вот, а порой думаешь, а вдруг нет, а вдруг ты последний ругаешь вообще, а вдруг нельзя же там все рассчитывать, что тебя подстрахуют где-то еще там дальше кто-то, нет. А вдруг ты последний вообще, вот в этом списке, может, для тебя тоже было. Я помню рассказ одного пастора, очень необычного американского пастора, вы не поверите, может, кто читал, те знают уже. Он дауном, родился дауном, и Бог исцелил его, но почти полностью, будем так говорить, ну, как сказать, почти полностью. То есть, вот это уродство, все, обезобразие, что было с самого у него начала детства, оно на лице все, как маска оставалось, почти без изменений. Хотя он уже был, согласно даже всем данным медицинским, почти здоровым человеком. Почти, они говорили, почти здоровым, потому что по многим показателям он еще, как бы, шел процесс, но даже то, что произошло, для врачей это было шоком. Но еще большим шоком было его признание, которое он сделал следующим, которым и молились за него, и родителям, там еще кому-то, ну, в церкви этим словом. Ну, представьте, он сказал, что Бог призывает его к служению, такого некрасивого, такого к служению. И представьте себе, и он оказывается, человек, полумнеев, вот, осознав многое, и понимаешь, что он уродный в глазах многих людей, и вызывает порой насмешку у других людей. И он просил Бога, Бог, может быть, ты призовешь, ну, как-то покрасивее кого-то, вот, кого-то, ну, более соответствующего, чтобы люди не смеялись, там, как бы, не притыкались. Потому что даже мой внешний этот вывод, он уже, ну, как бы, соблазняет кого-то. И люди не будут слушать слова даже, а Бог призвал его какому-то такому специфическому, там, пасторскому и, как, миссионерскому такому труду. И, как насмешка получается какая-то, знаете ли, это как вот, представьте, если вы, ну, ладно, не будем представлять даже такое. Так вот, и, и вот, представьте, какой был ему божеский ответ. К нему был очень интересный ответ, который меня очень сильно заинтриговал. Я перечитывал это, потом слушал свидетельства с Америки, братьев. Ответ был потрясающий. Представьте, Бог проговорил его сердце. И этот человек записал следующее, что, я не помню дословно, но там так было красиво сказано и страшно, с другой стороны. Он сказал, так ему ответ божеский, что, я призывал до тебя к этому же, к этому заданию, красивых, умных людей, красивых людей, одаренных людей, и там назвал даже целую, как бы, ну, категорию. Но, говорит, эти все люди до тебя, они ответили нет. И дальше было примерно так сказано, что я надеюсь, я верю в тебя, и надеюсь, что ты скажешь да. Вот как-то так вот. И тот плакал, да, он плакал, вот человек, и он говорит, я пусть некрасив, уродлив, но я буду делать эту работу. Пусть смеются люди, но я буду делать эту работу. Понимаете, когда в Киеве я в метро пробовал евангелизировать, я просто пригласил меня в колледж Якова, St. James College, это американский колледж, на тему миссионерства и евангелизм. Я очень люблю эту тему. Я очень люблю, но в других школах я преподавал именно как историю миссионерства, понимаете ли? А здесь специфическо мне дали американская программа, уже разработанная, уже, и я обязан ее выполнить, эту программу уже, колледжа. И там в этой программе о разных видах миссионерства, и они перечислены, ты обязан их назвать по программе, положено, это будет в ответах, потом в тестах. А этого в моих конспектах не было. Хорошо, я ознакомился с видами евангелизации, и я держусь в правилах, что я не говорю о том, в школах, что сам не делаю, потому что иначе будет ну лицемерие, это неправильно считаю. Вот, и, а там среди этих видов евангелизации, думаю, так, это я был, в этом участвовал, это я проходил тоже. Примеры неудачные, неудачные есть, я могу это, как бы, рассказами оживить. Хорошо. А дальше, публичная евангелизация в общественном транспорте. Так, стоп, а это у меня не было. Так, как же попробовать мне? Так что, у меня как раз завтра выходной. Думаю, я попробую. Я, значит, у меня, ну, ведь только вечером я занят, я целый день свободный. Так, хорошо. Мы же, мы сняли квартиру как раз возле метро, и самый первый общественный транспорт, который сам собой навязывался мне, это, это именно станция метро. Я, значит, пойду на метро сейчас, сяду, а там как раз от станции Днепро, и далее, там до Рисовой, там, значит, прямая, там идет, значит, поезд. Так что, хорошо все слышно, правда, нам эти карабельники ходят, что-то предлагают все время. Ну, думаю, ничего, как бы, Ванюшка имеет преимущество перед карабельниками. И вот, и я решился утром раз, и прямо с открытия метро, с потоком трудящихся, спустился на платформу. Вот, меня буквально внесло потоком масс трудящихся, спешащих на рабочие места прямо в огол, меня прижало к стенке, хоть я батюшка, но метро и батюшка, не батюшка. Тем более, с утра все какие-то злые, все какие-то нахмуленные такие, а я-то уже ночью сплю, я молюсь, я-то бодрячком, огурчиком, а они, значит, все такие, какие-то такие невыспавшиеся. Вот, я бы хотел что-то там рот открыть, и я смотрю на людей, ну, вот никому ничего не надо вообще. Ой-ой-ой, я, вот честно говоря, я испугался. Я думал, нет, надо было мне рясу оставить дома. Я бы по гражданке, я бы за протестанты смахнул бы, как бы, и нормально бы. Сказать бы, ну, там, баптист какой-то, ну, что-то. А здесь вроде как неудобно, вроде бы, рясе. Серьезно, батюшка обычно не занимаетесь, да, нам, батюшка, надо молоко за бредность левать, как бы вообще. И, и знаете, промолчал раз, вот я заметил такую вещь, промолчал одну станцию, ну, мы сейчас объявили там, там, наступная станция, и я там открою свой рот. Вот, ну, я заметил так, промолчал раз, второй раз открою, очень сложно уже, еще сложнее. Я проехал вторую станцию, я думаю, сейчас наберу Страбос, я еще промолюсь еще, хотя бы молился же ночью, думаю, я еще там чуть промолюсь еще. Ну, в конце концов, значит, это же тоже польза, как бы, я же прямо в массах, в трудящихся, плечом к плечу, стою со всеми, я молюсь за весь метрополитэн. Как раз меня приперли возле этой карты метрополитов, я вот, за все линии метрополитов, туда-сюда, на всех станциях, за всех проводниц, там, этих, да, вагоновожатых, за всех, короче, молюсь, там. И, значит, ну, хорошо, но я-то зашел не за этим, я-то понимаю, что сам себя обманываю. Я-то зашел-то не за этим туда, не за мир во всем мире, не за детей на карагу молиться, а конкретно, вот, именно, вот, непосредственно говорить слово. Я думаю, завтра у меня тема будет, я не могу, я понял четко, я не смогу розоткрыть студентам сказать об этом, именно об этом, потому что я это не проходил вообще. Потом думаю, нет, стоп, думаю, все, я понял мою ошибку, надо взять кого-то было в подмогу хотя бы, хотя бы кого-то, чтобы я не на них смотрел, на совершенно, как бы, не нуждающихся, вроде как, в Евангелии, а ну хотя бы увидел одни глаза, которые говорили, давай, 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 давай. Это так, пободряет Бога, по поведению, думаю, вот мне взять хотя бы одного студента с собой, ну, ну, ладно, думаю, ну, как бы, уже поздно, никого же сейчас не достанешь, ну, ладно. Еду дальше, проехал всю ветку, сделал пересадку, уже еду просто, думаю, мне уже совесть грузил, люди на работу, люди едут, деньги зарабатывают, а я вот, что, я вот, хожу, думаю, лучше в доме сидел, помолился бы лучше бы. Ладно, пересел на другую ветку, значит, там, потом опять, то есть, вот я прокатался, представьте, уже час прошу, второй, я уже катаюсь, уже, ну, позор, думаю, я понял, что, ну, если там представить духовный мир, то бесы там уже хихикают, уже, вот, горе проповедник. Думаю, вернусь домой, пугается, молится дальше, как бы, значит, ну, как бы, ну, ладно, думаю, ты не будешь из меня в этом плане проповедник, думаю, но зато, думаю, я себя успокаиваю лишь в том, что все-таки в других методах химонализации я, как бы, поднаторил уже. Ну, а это, как бы, ну, в дальнейшем, как-нибудь, и в этом, как бы, попробую себя еще, ну, уже научный горьким опытом, ладно, думаю, горький опыт тоже опыт, ну, ладно, ничего. Вот, и вот, и представьте, думаю, ну, еще помолюсь еще, ну, че ж, раз уж здесь, я проеду еще обеточку туда-сюда, думаю, вот, и помолюсь еще за всех этих вот людей еще раз. И представьте себе, и вот уже опять подъезжаю к станции Днепро, Арсенали, еду, значит, в ту сторону, и представляете себе, молюсь, а молитва вообще не идет, и молитва другая совсем идет. И вдруг у меня четкое осознание, а что, если я сейчас последний рубеж, а что, если мне Бог дал полдня свободного времени, я ночь готовился, я пришел, я оделся, я собрался, я пришел, и холостой выстрел. Думаю, вот это да, я никому не, вот, понимаете, вот, как-то просто не смог даже рта открыть. Ну, ладно, и еду, молюсь, и вот я понимаю, что или сейчас, или никогда, знаете, как вот бывает, ну, рассказывают, крысы встречаются и молодая кошка, и они говорят, друг на друга смотрят. И вот говорят, если кошка в этот момент, она струсит и убежит, она будет всю жизнь бегать от них. А если она пересмотрит крысу и бросится на нее, она будет всю жизнь бросаться на крысу, даже если она, крыса больше ее, допустим. Вот как бы момент, вот кто кого. Я потом спросил, что дьявол смотрел на меня, и если бы тогда бы я бы сдался бы, не знаю бы, да, он до сих пор бегал бы от него бы. Но слава Богу, что теперь он бегает от меня. Слава Богу. Будет красотовкой. И вот, и знаете, что произошло? Перемена такая очень интересная произошла. Как будто глаза открылись. Все те же самые люди, вроде недовольные, вроде им кажется, вот, мне казалось, им не нужно ничего. Сейчас вообще, из-за того, что я хочу им предложить. Даже эти корабейники, они более умно выглядят. Они хотя бы что-то нужное населению предлагают. Как бы, значит, что-то практичное. А я? И знаете, и я, значит, помолился, и четкое понимание, а что если, а что если у этих людей, или у кого-то из этих присутствующих здесь, в этом ваконе метро, людей, сегодня последний час. Все же под Богом ходим. А что если кто-то уйдет сегодня вечером уже? И у него был шанс в вечности, он скажет, Господь, а тот батюшка, он со мной ехал, и он так и промолчал, он не сказал ничего. И получается, на мне кровь человека того. Я не хочу, чтобы на мне была кровь людей. У меня и работа такая профессия, то есть вообще я профессиональный спасатель, и я не сделаю этого, понимаете? Думаю, вот позорище. И я тогда обратился к Богу уже так серьезно, такими словами. Внутри себя я сказал ему примерно так, что Бог, пожалуйста, Господь, помоги. Ну, понятно, что без тебя ничего не могу сделать, но я прошу вот знаки для меня, знамения. Во-первых, чтобы не перебивали корабельники эти, кто будут ходить с этими коробками, всякими там продавать товары. Вот, чтобы мне их не перекрикивать. Потому что я пару раз хотел было рот открыть, а там начинали предлагать товары, и как бы я... И снова прочелся к стенке. Ну, как бы не решался, понимаете? И я попросил Бога о таком вмешательстве, а потом сказал так, что еще, думаю... И еще прошу, чтобы эти люди, они не... Ну, вот как бы, если возможно, чтобы вот мы вместе ехали, эти станции, чтобы не выходили, не заходили новые, чтобы, ну, как бы, ну, как бы аудитория была определенная. И представьте, эти знамения совершились. Бог свидетит, вот он, Крис, как говорится. Нет, а было следующее, вообще было потрясающее было событие. Это было первый раз, вот такое, такое мое служение, и оно было до сих пор... Это было еще в 98-м, в 99-м году уже. Значит, и незабываемо было впечатление. И вот, я, значит, встал посреди, а да, уже не как с самого раннего утра, там где толпучка, уже так, ну, все сидячо заняты, и люди стоят, но уже свободно можно уже там передвигаться по вагону. Я, значит, там встал посреди, и как только наступно станции там объявили, все двери закрылись. И я, от волнения, я такое там выдал. Я там, уважаемые пассажиры! Это я не так, я так не могу, вообще-то. Это не типичный, это профессиональный нищий. Это даже, скажу так, это, как вот Астартой Даркиси Воробей, ну, так, ну, так, ну, просто талантливый. Я сам удивился, как у меня жалобно получилось вообще. Вот, серьезно, прям душу вынимаю. Даже, скажем бы, верю. И еще, как-то, зло там пассажиры сидят, да? И кто-то уже в карман полез уже. Батюшка, или они просит? Ну, да, с утра батюшка, ты так жалобно, я бы сам подал бы. Убедил бы, точно, убедил бы. Что-то, пассажиры. И, главное, и самое главное, я понял, что я в грибе. Значит, у меня всю проповедь, все, о чем думал говорить, вообще полностью переклинило. Я забыл. Я поймал их внимание, а что с этим делать, не знал. Я уже, думаю, побыстрее по следующей станции. В голове-то все мелькает. И, думаю, первое, что я скажу, я сказал, знаете, что сказал? Я человек верующий. И опять пауза. Думаю, что я говорю? Батюшка, утром. Пауза. Жалоба поет, а потом признат, что верующий. Думаю, сама же форма учит меня, что я верующий. Ну, это вообще... Ну, ладно. Опять съедем. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Они не смотрят на меня. Батюшка верующий. Я там, значит, вообще... Вот эти, провали сквозь зимы, вообще. От позора такого. Ну, и в этот момент я... Ну, пауза получилась, видимо, такая положительная. Достойчивая станция, фактически. Нет, серьезно. Я, значит, вновь, повторю, как дурак посреди вагона, значит. Но внутри я просто взмолился. И я попросил Бога прощения, значит, и в очередной раз. И попросил, ну, помочь, выручить. Потому что я вот... Рону открыл, а вот ничего хорошего пока не сказал еще. Кроме того, что я верующий. Ну, хотя бы... И вот. И вдруг... Знаете, Бог, он... Даже если, не знаю, порой кажется, что он бросил нас, но он не бросает нас на самом деле. Он не покидает нас. Может, где-то проверяет. Может, где-то, знаете, говорит... Ну, может, в тот момент тоже ангел это сожигает. Папа. И вот. И... И знаете, я стал говорить... Я стал рассказывать им о притче богачей Лазаря. Про богачей и про Лазаря. Гролка. Уже не жалобно, там, значит, там, когда уже... Уже, уже, знаете, голос появился, все. Я их уже убеждаю, так вот, довольно убедительно, мне кажется. Вот говорю про богача, про Лазаря. Вот есть такая притча Иисуса Христа, значит. Значит, станция объявлена снова, значит, там, закрылись двери. Чудо это было, да, вот что... Никто не вышел, никто не зашел. Думаю, этих нет товарищей никого с товарами. И дальше продолжаю рассказывать, значит, там, вторая станция. Я рассказываю. Снова закрывается, открывается, значит, там, никто не выходил. Заходит, думаю, слава богу. Еще для меня это знак, думаю, свыше, давай, давай, как бы. Я еще дальше пошел, короче. додарный, короче, проповедовал этим людям, потом уже дочерниковскому люсу. Самое интересное, знамение было какое для меня? А, я же еще не сказал еще одно. Я сказал Богу, перед тем, как его народ открыл, я попросил еще об одном знамении. Я попросил, чтобы люди, которым, может быть, даже это и не понравится, но чтобы они это приняли, и чтобы, ну, хотя бы кого-то из этих людей я увидел сегодня покаявшимся, чтобы они помолились со мной вместе, согласились помолиться со мной. И когда я встал на молитву, громко, прям как-то, прям, не знаю, вот, я, наверное, больше от страха кричал, наверное, даже, то есть это даже не было такого схождения духа, это скорее было страхом. Но я просто громко и туда, и сюда кричу, на эту сторону, на эту сторону метро вагона, что говорю, это не храм, это не костел, это не церковное сейчас здание, вот, и мы здесь просто попутчики, как бы, но Господь и здесь, и сейчас здесь с нами, Иисус Христос сейчас среди нас здесь, и я во имя Его буду молиться. И кто, я перед тем говорил, что мы все грешники, погибающие, идущие в ад, и есть Спаситель Христос, который дает нам жизнь вечную. То есть, вот таки, вкратце, Евангелие описал, он рассказал. И начал молиться громко, на ту и на другую сторону, чтобы все могли слышать эту молитву. Я вначале молился с закрытыми глазами, даже боялся их открыть даже. А в конце, уже ближе к концу молитвы, я их уже открыл, и тоже повторял молитву, и смотрел на людей. Знаете, одно из самых красивых, ну, как сказать, картин я видел в своей жизни. Одной из самых красивых картин, вот, есть разные картины нашей жизни, за которые стрельно, допустим, да, а есть за которые очень, ну, радостно. Вот это была одна из самых красивых картин. Вот сколько я мог видеть людей, все молились, повторяли эти слова. Некоторые сидели вот возле, они не повторяли устами, но у них такие были лица, что я четко понимал, они повторяют это сейчас, вот где-то внутри, точно. Потому что они так смотрели, знаете, вот прям аж вот так вот, как-то, не знаю, это не передаваемо просто. И, и потом все, до Черниговска уже, уже Черниговска, я уже вышел уже, вот они, кто еще дальше поехал, я на платформе прям там стал молиться. Прямо на платформе, благодарил Бога за этих людей, которые молились сегодня. На другой день я был в колледже Якова, и я начал не с тем, не как там по программе, там другие были примеры, которые я уже проходил ранее, а с этого свежего, прям примерно начал. И чувствовал себя на коне. Слава Богу! Отец, я благодарю Тебя за моих братьев, сестер, благодарю Тебя и прошу и за себя, и за всех собравшихся здесь, за церковь Агапа, за всех верующих, пусть нам никогда не будет стыдно славить Иисуса Христа, пусть нам никогда не будет стыдно за Евангелие Христова, пусть нам никогда не будет стыдно, чтобы действительно, чтобы Ты однажды не постыдился нас. Потому что кто постыдится Тебя, Иисус, и Твоих слов в этом роде, при любодейном и грешном, среди этого мира погибающего, того Ты говорил, и Ты постыдишься в Своем Царстве, пред ангелами, пред Отцом. Отец, я прошу Тебя, чтобы в этом городе, Львове, где столько повторяют славы Иисусу Христу, где люди даже в культуре своей сохранили эту драгоценную жемчужину, которую потеряли очень многие народы, многие страны, многие города потеряли это. Боже, я прошу Тебя, пусть Львов не потеряет это никогда. И пусть людям никогда здесь не будет стыдно за Иисуса Христа, пусть никогда не будет стыдно славить Тебя, Твое имя, превозносить выше всякого имени. Боже всемогущий, благодарим Тебя, милостивый Царь, Бог Святой. И как сказано в слове было, что, о, Вы напоминающие, о, Господи, не умолкайте. Бог Святой, пусть не умолкает народ, пусть говорит Слово Твое, делится любовью Твоей с миром, любовью Твоей с людьми, нуждающимися в Тебе. Потому что Ты наш Отец, мы дети Твои. Ты наш Папа. И мы не сирены, мы не брошены, мы не просто усыновлены даже, подняты. Нет, мы рождены свыше от Тебя, Твоего рождения. Благословляй моих братьев и сестер, Твоим великим благословением. Аминь. Друзья, сегодня второе уже число месяца Ниссан. Месяц Ниссан – это месяц Исхода, месяц Пасхи. Если брать лунный календарь, я имею ввиду, по гражданскому сегодня календарю 10 апреля, да? 10 апреля, 10 апреля. Вот, и то, что семинар напоминают 12-12 получается, да, вторник, среда семинар. Так вот, ну, брать если библейский лунный календарь еврейский, то сегодня второе число месяца Ниссан уже. Месяц Ниссан – это месяц Исхода. И в Библии говорится об этом месяце, что в полнолунии этого месяца с 14 на 15 на Ниссан совершилось таинство избавления. Чудо. И Бог однажды, когда Он говорил заповеди, Он начал именно с этого. Он констатировал факт спасения. Он сказал, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов, как лицо Моим». И, друзья, я верю в Исход, потому что Бог Исход, Он и наш Бог. Сегодня, сейчас, здесь, среди нас, но самое драгоценно в нас, верующих. И сегодня в Исходе нуждаются миллионы душ. Сегодня в Исходе нуждаются наши города, страны, Украина, вся земля, планетарная, вся земля, стена этой мученицы, все творение сегодня, экономически, политически, религиозно, природно, лихорадья планетам. Это симптомы. Господь сравнил эти вот происшествия, происходящие сейчас на земле, со схватками беременной женщины. Он говорил, что она родит и не избегнут этого. Мы знаем, что схватки учащаются, планетарно они учащаются. И это знак. Знак, конечно, и страшный, но и знак прекрасный. Потому что, с одной стороны, роды – это зрелище не для слабонервных, как бы. И я даже решался, когда-то решился, было пойти уже на роды. Присутствие в природах моей жена, когда жена рожала. У нас шестер детей. И, по-моему, четвертого. Ну, я хотел как-то поприсутствовать, поддержать жену. А мне священник один знакомый, ну, католик с Польши. Отец Максимилиан подвига. Он сказал, батюшки, не спешите. У нас есть прямо вот с Польши, перевели с польского на русский фильм. Специально учебно-тренировочный фильм. Для мужей, которые хотят присутствовать в природах. Вот. Для родственников, для мужей. И в Польше, в практике, он в Караковой, по-моему, служил раньше. Он говорит, что в практике, значит, ну, больше половины мужей после просмотра фильма отказываются присутствовать. Потому что мы понимаем, что-то не для их нервов. Знаете ли, и я на середине фильма понял, что это не для меня. Я понял, что мне фильм уже нужен. Я уже был на шарфире какой-то. Знаете, думаю, ну, то есть, мы мужчины как-то более слабы в этом. Ну, и я Богу благодарю, что я не женщина, что он мне дал мне рожать. Знаете, вот. Но, слава Богу за женщин, которые рожают. Вот. Ну, это, я бы, будь президентом, я бы за каждую роду медаль выдавал. Это реально. В Библии говорится, Иисус говорил, что женщина, когда рождает, терпит скорбь. А там в оригинале сказано, как бы, смотрит в лицо смерти или присмертная агония. Но когда родит, не помнит смерти, это и ужас этого от радости. Потому что радость перекрывает эту боль, эти воспоминания, потому что рождается человек в этот мир. И Иисус, Он рожал всех нас на кресте Голговском, обливаясь кровью, в муках мучился родами. И земля сегодня наша вся. Ее лихорадят. Сватки учащаются. Скоро уже толкаются. Скоро будут роды. И мы знаем, что это за роды. Мы знаем, конечно, это будет и страшно. Да, зрелище не для слабонервных, скажу так, планетарного масштаба. Но, с другой стороны, вслед за этой болью человеческого рода, будет самая великая победа. Победа всех побед. Вернется победитель. Вернется тот, кто действительно является и Альфой, и Омегой, и началом, и концом. Является тот грядущий Иисус Христос. Поэтому перед Его предшествием, я верю, что совершаются великие деяния на этой земле. И исход даст совершиться. Я хочу спеть благословение. Можно? Очень люблю такие ритуальные, обрядовые вещи некоторые. Ну, можно и без этого, но я очень люблю. И хочу вас благословить надев такой табисть, табисть. Это мессианский еврейский табисть. Я его беру часто с собой везде. Надо или надо. Иногда в поезде молюсь нах тоже. Интересно бывает. А когда границу пересекаешь, там таможенники батюшка, а почему еврейская? Ну, я широкую специализацию говорю. И вышиванка. Я в черной рясе еду с крестом, а там вышиванка украинская, еще там бандеровская такая вышиванка, такая черная с красным. Очень хорошая. Потом, значит, это талит еврейский, ебатом. Батюшка, точно, универсальный солдат. Да. И, знаете, ну, это вообще уникальная вещь. Она здесь не только с текстами из Верхнего Завета, но и из Нового. О Христе, Мессии уже пришедшем, уже явившемся в этот мир. И благословение пою на каждого из вас, на ваши судьбы. И прошу Бога о милости на церковь Агапа. Мне очень нравится второе ваше теперь название, Абба. Вот не забуду. Я еще не слышал, чтобы церковь это называлась, честно говоря. Может, это есть, может, я не знаю. Тоже не знаю. Я... Дай Боже, слушайте, вот это точно, в этом что-то есть. Да, это точно знамение какое-то прямо для народа. И пусть действительно Абба будет. Пусть действительно папочка, татусь. Я вот больше года молюсь и называю молитвы татусь. Я слышал, услышал впервые здесь вот из уст пастора Андрея как раз слова, это татусь именно по отношению к Богу. И вот и часто сейчас в молитве, приватной, личной моей молитве, я это повторяю слово тоже. Татусь. Я говорю, к Богу. Благодарю вас. Благодарю вас. И сохранит тебя, да призрит на тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе... Субтитры создавал DimaTorzok